Чтоб тебя срочно вызвали доктора, и когда он придет, чтоб соседи говорили, все, уже не надо. Чтоб тебе попала стружка в ухо и соломинка в глаз, чтоб ты не знал, что раньше вытащить. Как язык Идыша остался один в Европе. Это одиночество кто-то должен немножко разрушать. Чтоб ты умел так красиво говорить, чтоб только пьяные кошки умели тебя понять. Я еврей, значит, я и Идыш. Всем привет! Я нахожусь в городе, который еще сто лет назад считался центром еврейской культуры в Европе. Я в Вильнюсе, Ярушалаем де Лита. В этой части нашего фильма я постараюсь узнать, как выглядела здесь еврейская жизнь в довоенное время. Как выглядела после войны и как выглядит сейчас. В рамках съемок наша команда прилетала в Литву несколько раз и в разные времена года. Мы путешествовали и общались с множеством местных жителей, которым не безразлично когда-то просветавшая здесь цивилизация. И которые посвятили себя ее сохранению и возрождению, порой вопреки обстоятельствам. Итак, мы начинаем. Мир Хэбинон! Если у гида цель рассказать про еврейский Вильнюс, то у него очень много вариантов это сделать. 200 тысяч общее население, из них 100 тысяч были евреи. И, соответственно, вся их культурная жизнь, инфраструктура, они были везде. Практически они были интегрированы, они были полностью перемешаны. Если идти вот по этим улицам, и не только по главной, и по боковым уличкам, то можно останавливаться около каждого второго здания. То есть между вот этим перекрестком, целый блок до следующей улицы, там было 5 или 6 еврейских школ. Дух ядышизма здесь был настолько силен, что даже производитель, основоположник политического сионизма, память о нем было бы логично написать на еврите. Но даже эта табличка написана на ядыш. Виленская община довоенная, она может служить вот макетом еврейской общины, потому что в ней, наверное, было все, кроме еврейской полиции, еврейской армии. Я так понял, что мы сейчас находимся в сердце еврейского Вильнюса. Да, когда евреи уже пришли на территорию Литвы и поселились в Вильнюсе, то евреи разбили тут район, который существует по сей день. Его сейчас все называют гетто, но в те времена этим словом не пользовались. Это был просто еврейский район. И вот эта улица, она называется улица Еврейская. Тут был еврейский квартал, он был на 100% еврейским. Вот, и вплоть до грустных событий 20 века. Мордехай, памятная доска Рафаэля Хвориса на литовском и на идыш, она современная, на 2002 год. Это то, что выделяет этот город, отделяет, наверное, этот город от других, что здесь принято мемориальные доски, мемориальные надписи все на еврейских объектах писать на идыш и на литовском, ну, литовский государственный язык. И идыш как язык евреев, то есть, ну, который имел здесь огромную силу, огромное присутствие. Хотя Вильнюс город небольшой, здесь в довоенное время была сконцентрирована огромная творческая сила культуры и просвещения. Евреи в тот период составляли почти половину населения города, а их культурное влияние распространялось далеко за его пределы. По сути, евреи создали здесь структурированную автономную общину, которая пусть и неофициально, но де-факто являлась буквально мини-еврейским государством. Это памятник знаменитому доктору Цемаху Шабаду. Он был известным очень врачом в Вильнюсе. Это прототип Айболита? Да. С него Корней Чуковский, который был с ним лично знаком, написал доктор Айболита. Я знаю, что к нему приходили бедные дети, дети из бедных семей, и он каждому ребенку наливал по кружке молока. Вот он закупал молоко, наливал по кружке молока. Кроме того, он был очень известным врачом. Общинная структура, она давала возможность некой автономной жизни. И при ней, при этой общине было практически все. То есть и системы здравоохранения, и системы образования, и системы социального обеспечения. Большое количество журналов, прессы, 4 театра, детские сады, пансионы для летнего отдыха, страховые компании. То есть практически все. Община эта была светской? Она была общей, то есть не было такого разделения. Что красиво, вот в той довоенной еврейской жизни, что были религиозные движения, были светские движения, были бундисты, то есть антирелигиозные, были коммунисты. Не было вот такого противостояния сильного между религиозным и светским сектором. Очень интересная улица, старое ее название называется Дегройси Погулянки, так называли ее евреи, Большая Погулянка. Вот этот вот кусочек, он буквально связан с одной из, можно сказать, важнейших страниц в истории литературы и культуры наидыше. Вот здесь на последнем этаже жил Залман Рейзен, вот там мемориальная доска. Он был редактором газеты Вильнар Ток, и он был создателем первого лексикона еврейских писателей. То есть некой энциклопедии такой литературной первой. И вот интересно, что вокруг вот этой газеты, это было ежедневное издание, создалась первая группа виленских еврейских литераторов, которая получила название Юнг Вильне, Молодая Вильна. Интересно, что такого не произошло больше ни в одном городе. То есть были литературные клубы, были литературные объединения, но вот именно группа литературная, модернистская, которая ассоциировалась с городом, такого не произошло больше нигде. На этой же улице, вот туда вот подальше, происходили их собрания. Они сформировались в 1927 году, причем туда входили и писатели, и поэты, и журналисты, и даже художники. То есть, скажем, из тех имен, кто входил в эту группу, самый выдающийся – это Аврам Суцквер, который признан одним из величайших поэтов 20 века. Шмерки Кочергинский, поэт, партизан, культурные нервы, мозг Виленского гетто, Эльханан Воглер, Лейзеран, Гиршки Глик – те имена, которые стали основой современной культуры и литературы на идыше. Видишь, как язык создался из культурных языковых контактов. В мире этого языка, в мире этой литературы мы можем опознать ту действительность, которая близка центрально-восточной Европе. Я думаю, в последние 10 лет у нас интерес к литературным переводам очень растет. Вардахай, мы сейчас куда подошли? Мы подошли к очень важному историческому месту. На этом месте был создан первый еврейский научно-исследовательский институт ИВО. Улица Вивульская, 18. Ну, что интересно, что вроде бы небольшой город, Вильнюс, и здесь была такая концентрация творческих сил еврейских, научных, что именно здесь в 1925 году был создан первый научный институт по исследованию языка, литературы, фольклора идыш и по собиранию всего, что было создано на идыш. Этот институт получил название ИВО, Идышевисеншафтных организаций, еврейская научная организация. И создан он был вот здесь. Естественно, не это здание было, то есть было двухэтажное здание, которое было разрушено во время войны. Если я ошибаюсь, у этого института есть интересная история, связанная со своевременной иммиграцией отсюда. Получается так, что директор или создатель института доктор Макс Вайнрейг находился в Европе, когда война началась. Собственно говоря, у института было 4 отдела и несколько филиалов. То есть здесь в Вильнюсе находился основной. Начался этот институт с собирания фольклора, и здесь была собрана редчайшая библиотека. До войны очень мало сумели отсюда переправить. Во время войны часть была переправлена в Германию, во Франкфурт. Там собирались организовать музей уничтоженной нации. Иезуитское средство нацисты придумали. Из крупнейших деятелей литературы, культуры, здесь в гетто в Вильнюсском, они создали так называемую папир-команду, то есть бумажную команду, которая должна была сортировать вот те материалы, книги, которые здесь остались. Среди вот тех, кто были в этой папир-команду, это был Авраам Суцкевер, великий поэт, один из величайших поэтов 20 века, Шмерки Кочергинский, поэт, герой партизанского движения еврейского. И они сумели вот в каких-то схронах, в каких-то подвалах самые-самые такие вот редкие вещи, самые ценные вещи сохранить. И после войны вот Суцкевер приезжал сюда, они это достали. А доктор Вайнрайх, который перебрался в Нью-Йорк, сумел, в общем-то, доказать свое как бы правонаследование вот этим институтом его. Этот институт существует по сегодняшний день в Нью-Йорке. И вот практически вот это виленское его правописание стало стандартным для идуша, и мы пользуемся им по сегодняшний день. В наши дни к слову «местечко» сложилось весьма пренебрежительное отношение. Быть местечковым означает быть отсталым, мелочным и даже примитивным. Но именно в них, в еврейских местечках, в условиях изоляции евреев от внешнего мира, формировалась самобытная еврейская культура, которая и по сей день имеет внушительные масштабы, даже в абсолютном значении. Чему мы остановились на трассе? Это вот название «Авромишкес» — еврейское имя двойное «Авром Мойше». На литовском, идише, оно звучит «Авром Мейше» или «Мейшке». «Авром Мейшкес» — это вот то, что принадлежало «Аврому Мойше». А что ему принадлежало? Скорее всего, корчма. Мы находимся в центре городка Штетла, Жежмаре. Евреи называли его Жежмер. И мы в самом центре, прямо рядом с костелом. Можно сказать, что под сенью костела была построена эта синагога. Вы так очень органично говорите, что еврейский городок, понятно, что есть и костер. Да, да. Сожительство абсолютно логичное. Потому что эта структура была такая в Литве, и в Белоруссии, и в Польше. Это очень типичная картина. В центре городка костел или церковь. И в самом центре также находится еще что? Рынок. А кто вокруг рынка? Мы. Так случилось, что на протяжении столетий подавляющее большинство еврейского народа в Восточной Европе жило не в городах и не в селах, а именно в местечках. Что такое местечко? Это может быть совершенно населенный пункт любого размера. Это может быть от нескольких сотен жителей до нескольких десятков тысяч. Но это был совершенно отдельный институт социальной еврейской жизни, который давал возможность вариться в собственном соку. И вот это то, что увековечила культура идуш. Здесь евреи могли жить своей общиной. То есть здесь не было проблемы, где найти кошерную еду. Здесь не было проблемы, где еврейский парень познакомится с еврейской девушкой. Здесь не было проблемы, что я скажу в субботу на работе, если мне работать нельзя. Или в праздник. Потому что в местечке все было закрыто в субботу. В местечке не было понятия Лоих Патли. Меня это не интересует, меня это не касается. Все касалось всех. Каждое местечко имело огромную систему социальной взаимопомощи. То, что сегодня осталось только у ультра-ортодоксального населения. Хевре Мальбиш Аруми. Благодарительное общество, которое собирало одежду для неимущих. Хевре Лехем Левьойним. Хлеб для неимущих. То есть, которое продукты пособляло. Собирали приданное для бедных невест. Махзика и Шабес. Ставили халу и вино анонимно под двери бедных домов. То есть, вот это то красивое, что было в местечке. И поэтому у нас выработался какой-то уровень коллективного самосознания. Что будет со всей общиной, то будет со мной. И вот тут реновированная синагога. Она была построена деревянная. И вот это большая-большая редкость. Есть какая-то особенность у деревянных синагога, кроме строения? Да, что они горят. Я понял. И в этом большая проблема. Поэтому они все сгорели. Здесь было все, что угодно. И склад, и мусор, и мастерские. И чего тут только не было. И вот в последнее время, значит, литовское правительство с разными еще плюс-фондами восстановили ее. Конечно, немножко потеряла аутентичность. Но внутри можно видеть, что это настоящее, типичное... Но у нас сейчас не действует часть. Нет, нет. Здесь нет евреев 41-го года. Закрытая образовательная система и автономные институты с одной стороны, и открытая для внешнего мира экономическая и творческая жизнь литовских евреев с другой стороны, на какое-то время казались идеальным балансом для процветания здесь еврейской общины. Но с приходом нацистов в 1941 году с дьявольской скоростью и эффективностью эта община была разрушена, расстреляна и сожжена в Вильнюсе, в Каунасе и в других городах и штатлах. Немцы оккупировали Литву очень быстро, где-то 25-26 июня они уже здесь. И здесь есть три города – Пейшадорис, Жежмарей и Жасляй. И они собирают мужчин отдельно, женщин с детьми отдельно. И сюда они сгоняют в августе 41-го года, они сгоняют сюда 2200 мужчин, и здесь это место расстрела мужчин. А женщины и дети были расстреляны примерно 500 метров отсюда. До этого еще? Одновременно это происходило, потому что главное, что немцы делали, в первую очередь они отделяли мужчин от женщин и детей, и тогда было уже гораздо проще с этим делом справляться. Мужчины якобы посылались на работы. Действительно, сюда присылали сначала молодых, здоровых мужчин, которые выкапывали ямы, тут же их расстреливали, потом привозили всех остальных сюда. И вот это место – это одно из 200, более 200 мест расстрела, уничтожения евреев в Литве. По разным данным, во время Второй мировой войны на территории Литвы было уничтожено более 90% еврейского населения. Панары – одно из основных мест массовых расстрелов. Расположено примерно в 10 километрах от Вильнюса, и начиная с лета 1941 года по июль 1944, в Панарах было уничтожено от 70 до 100 тысяч человек, большинство из них – евреи. Литература о Холокосте есть, наверное, на всех европейских, по крайней мере, языках. Но на Идыше есть литература не о Холокосте, а из, изнутри. На этом языке создавалось великое творчество, которое, к сожалению, сегодня почти забыто. Людей, которые были там, и муки, страх, смерть, голод, вот все ужасы, которые сопровождали Холокост, они находили свое выражение в творчестве. Стихи, песни во время Холокоста они творились не только профессиональными поэтами, писателями, людьми из народа, которые никогда не творили до того. Если они остались живы, то они не писали и после того. Но там вот эти вот муки, они находили выход в творчество. Трудно поверить, но здесь, в Вильнюсском гетто, среди голода и смерти функционировал еврейский театр, оркестр, библиотека, художественная студия и подпольная школа. Проходили лекции и культурные вечера. То есть, несмотря ни на что, люди находили в себе силу на творчество и образование. А может, и наоборот, черпали из этого надежду на жизнь. То, что произошло в Вильнюсском гетто, то это невозможно сравнить ничем другим. Дух еврейской культуры, просвещенчества, жажды к еврейскому слову, он был здесь настолько велик, что здесь в гетто существовала разветвленная культурная деятельность. В 1942-1943 году в гетто действовал театр, который поставил более 60 постановок. В этом театре впервые были исполнены самые известные песни «Холокост», если можно так сказать, песня Суцкевера, «Онтердайн и Вайсу Штерн», «По твоими белыми звездами», романс «Фриллинг», «Весна», который Шмерки Кочергинский посвятил своей погибшей жене Барбаре. Шмерки Кочергинский написал для конкурса песни «Гетто», который проходил в июле 1943 года, то есть буквально за два месяца до уничтожения гетто, написал песню, которая стала, в общем-то, символом виленского гетто «Понар», песню «Понар». А музыку создал тогда 11-летний мальчик Александр Волковиски, Алик Волковиски, который впоследствии был известен в Израиле как профессор Александр Тамир. Я написал эту музыку. И один из участников клуба, в котором мы собирались, Шмерки Кочергинский, перевел слова моего отца на идиш, добавил несколько куплетов. Слова настолько ужасающие, что они превратили этот рассказ в концентрированную историю. Они еще это написали от лица мальчика, который оплакивает своего отца, и это стало шлягером Холокоста. То есть то, что происходило здесь в гетто, это иногда не поддается никакому воображению. С одной стороны, голод, болезни, убийства, муки, понары, акции, а с другой стороны, культурные вечера. В гетто действует театр, в гетто действует оркестр, проводятся олимпиады, в гетто действует библиотека на 100 тысяч томов. То есть что-то невообразимое. Мы знаем, что ваша мама была в Каунарском гетто. И от нее вы унаследовали несколько песен Каунарского гетто. Расскажите, пожалуйста, об этом. У ворот гетто горит огонек и страх велик. Приходят евреи из бригад. С каждого льется пот. Идти мне дальше или стоять здесь? Не знаю, что и как. Комендант в зеленой шинели. Он ведь всех забирает. Несмотря на то, что практически все еврейское население в этих краях было уничтожено во время Холокоста, сразу после войны евреи вновь начали заселять советскую Литву, возрождая здесь еврейскую жизнь. Правда, это были уже другие евреи и другая жизнь. Вильнюс – современный, быстро растущий город. Нам здесь жить, работать и созидать. Илья, расскажите, пожалуйста, о жизни еврейской общины литовской во времена советской власти. Ну, прежде всего, надо сказать, что во времена советской власти мы не назывались общиной. Просто были евреи, но общины, к сожалению, не было. Единственное, так сказать, что было разрешено, эта синагога была, она действовала. Но приходило туда, конечно, мало народу. Ну, правда, раз в год мы обязательно приходили. За мацой на Песах. И всегда была мацай, до сих пор есть оборудование, стоит на женском отделении. А так, вся еврейская жизнь, идышкайт, что называется, она была дома. И помню, черные Волги, КГБ, стоящие и смотрящие в лицо нам и фотографирующие нагло в лицо еврейских националистов. Душа разбивалась прямо на части смотреть на последних идыш-писателей, которые еще были в Вильнюсе, и их понемногу уже утихающие машинки с букварем на идыш. Но, правда, в Литве было исключение. Здесь разрешили Народный театр еврейский на идыш. И ансамбль, как это называли, ансамбль Песни и Пляски, который назывался Мирзайнендо или Анахнукан, потом они уехали в Израиль. И, в общем-то, в основном еврейская жизнь исчерпывалась, такая публичная исчерпывалась. Помню, как моя бабушка получала письма за границей, она их перекладывала в другой конверт, чтобы это было не из-за границы, а из Литвы, и посылала своему двоюродному брату в Москве, а переписывали все в идыш. В 1948 году антисоветский элемент, Израиль – это Америка, вы сионисты, и указ о закрытии еврейского музея, еврейских школ, всего еврейского образования на языке идыш. Последний удар для идыш-културы. В 1917 году хранилище рукописей и библиотеки была обнаружена огромная, я не назову это коллекция, потому что это разрозненные документы, но очень большое количество еврейских документов, естественно, преобладающих идыш. Изучать это, представлять себе эту общину по этим документам, это занятие практически бесконечно. Вы знаете, идыш, по-моему, это ключ к еврейскому культурному наследию, Литвы. Это вход в мир, который был очень богат, это мир, который был разрушен, которого уже нет, но он все-таки дальше действовал. И в советские времена вместо этого мира была тишина, и нам чего-то не хватало. Но идыш никуда не делся, в нашей семье все старое поколение всегда говорили о Фидыш. А дети, это я, дети, но те, которые старше, которые, допустим, 48-го, 47-го года рождения, они сегодня говорят на прекрасном идыш. Те, которые помоложе, уже говорят овцу брохном идыш, а еще помоложе, они уже вообще некоторые не понимают. Я думаю, что даже мои дети понимают идыш. в последние годы интерес к еврейской культуре в Литве растет, и что очень радует, в последнее время этот интерес делается более специфическим. Это уже не просто интерес ко всему еврейскому, представлению о том, что здесь жили когда-то евреи, а это интерес именно к еврейской литературе, к еврейским деятелям культуры конкретным, имена которых уже стали изучать в Литве, и к их творчеству. Мой родной язык идыш, и не просто это родной язык, у нас дома дедушка, бабушка, обешелом. Для них это был способ сохранить еврейство. То есть быть евреем у нас дома, это значит, в первую очередь, говорить на идыш. И насколько сохранилась эта традиция? Я решил не быть последним, кто дома говорил на идыш. Я ответственность за передачу другим поколениям, возлагаю на своих двух дочек. Мои дочки и дальше говорят на идыш. Сколько им сейчас лет? Дочке Наоми было бакмитсвы, 12, а маленькой будет скоро 10. И в последнее время я заметил, что я с ними говорю на идыш, а они отвечать начинают на литовском. Но я очень строго этому противлюсь, потому что я знаю, что у других поколений, у поколения моих родителей была такая ситуация, что они тоже начинали отвечать на другом языке, и это было начало пропажи идыша. Поэтому я говорю не только с ними говорю на идыш, но прошу их, чтобы они отвечали на идыш, чтобы язык не пропал. Признаю, что оказавшись в такой интересной компании, даже сам пожалел, что в детстве не выучил идыш. это невозможно представить уровня, до чего людей оставили одних, одних. И как язык идыш остался один в Европе. Это одиночество кто-то должен немножко разрушать, но мы должны каким-то образом рассказывать и пытаться рассказать даже на языке тех людей, о которых мы рассказываем. После восстановления независимости Литвы в еврейской общине Вильнюса было большое количество людей, для которых идыш родной язык. Благодаря им община продолжала существовать на языке мамы Лошин. Шимон Альпирович долголетний председатель литовской еврейской общины. Именно во времена его председательства настал рассвет еврейской культурной и социальной жизни общины. Создавались еврейские организации, устанавливались памятные таблички и мемориалы. Проходили различные мероприятия, в том числе и международные. По его инициативе идыш был объявлен одним из официальных языков общины. Вся переписка и документация велась на идыш. Фира Брамсон основатель отдела иудайки в национальной библиотеке. Да-да, тот самый отдел, которым сейчас заведует доктор Лара Лемперд. Довид Кац, известный профессор лингвистики, стараниями которого в Вильнюсском университете был организован институт идыша, который проводил летние школы в течение 20 лет. Милан Херсонский, благодаря упорству которого еврейское слово впервые в истории Литвы прозвучало с голубых экранов. ГОСТВ показала крановальное представление скоморохи из брода в его постановке. А с 1989 он работал в редакции газеты Литовский Иерусалим, которая выходила на четырех языках, в том числе и на Идыш, с подписчиками во всем мире, освещавшая жизнь евреев в Литве и публиковавшая множество статей о борьбе с антисемитизмом и искажением истории Холокоста в Литве. Я еврей, значит, я и Идыш. Для меня это не прошлое, для меня это настоящее. И мы просто должны чуть-чуть положить усилия, как это пропадет Идыш, так пропадут и наши песни, пропадет наш Фломенс и нас, пропадет все наше, что это такое. Так это Идыш, это как Тора. Каждый приезд в Вильнюс во время съемочного процесса открывал все новые грани и наталкивал на новые параллели. Этот город казался уже не только литовским Иерусалимом, но и веной еврейской культуры, меккой идышской литературы, массадой еврейского духа и атлантидой литовского еврейства, следы которой по сей день напоминают облом богатства. У Авраама Карпиновича есть два рассказа. Первый называется «Фольклорист», а второй называется «Ханамерке фундефиш», «Ханамерке торговка рыбой». Одно из действий этих двух рассказов происходило вот здесь, в этом сквере на Трокской улице. Он был сотрудником института ИВО, собирателем фольклора, очень интеллигентным человеком, полностью преданным своей работе, и он даже решил остаться холостом, то есть не жениться, полностью посвятить себя науке. Он был инвалидом, у него одна нога была короче. В разделе «Проклятие и благословение» ему посоветовали доктор Рубинштейн, сходите на рыбный рынок. Там есть торговка, ее зовут Ханамерке. У нее некий такой негласный титул лучшая проклинальщица во всем вильно. И вот он пошел на рыбный рынок и начал записывать перлы, которые выходили из ее рта. И так он стал приходить туда каждый день, пока она в него влюбилась. А у него даже, что называется, мысль в эту сторону не работала. И вот она его пригласила в этот сквер. И здесь было холодно, наверное, так же, как сегодня. И она ему сказала, говорит, доктор Рубинштейн, зачем нам здесь сидеть и мерзнуть? Пойдемте ко мне вот домой, вот туда, на улицу Яткове. Я вас наковырлю фаршированной рыбой, которую вы у вашей мамы даже не ели. Дам вам кусочек кугла картофельного, вы оближите все пальчики. А потом я вас хорошо попроклинаю. И она настолько ему не давала прохода, что он вынужден был взять рюкзак и поехать собирать проклятие в Бялистоке. И вот она буквально, когда он уехал, она буквально сохла по нему. И сделала великое дело. Она села и записала проклятие, которое не успела ему сказать. В институте ИВУ ей организовали вечер художественного чтения. Она читала проклятие, все катались по полу. Об этом написали в газете. Через некоторое время, когда он прочел, он вернулся. И они поженились. Парочка перлов, в которой я помню из ее списка. Чтоб тебя срочно вызвали доктора и когда он придет, чтоб соседи говорили все, уже не надо. Чтоб тебе попала стружка в ухо и соломинка в глаз, чтоб ты не знал, что раньше вытащить. Чтоб ты умел так красиво говорить, чтоб только пьяные кошки умели тебя понять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok